Впервые после вступления в должность президент Ирана Ибрахим Раиси отправился в Китай. Пока страны Запада закрывают двери перед Тегераном, он стучится к странам Востока. Ведь Поднебесная является крупнейшим в мире экспортером нефти, а значит, это выгодный для Ирана рынок для сбыта энергоресурсов. Но за счет только природных ресурсов далеко не уедешь. Вот и эксперты говорят о важности идти в ногу со временем, что означает необходимость считаться с технологическим прорывом и внешнеэкономическими связями. Есть страны, скажем, не только, возьмем сам Китай, мы знаем, что там все-таки как-никак коммунистическая власть. Да, есть страны, которые, невзирая ни на что, скажем, если ограничена демократия, то экономика развивается динамично. Причиной этого является то, что все-таки они правильно определяют, скажем, приоритеты, адекватно действуют. Я опять же повторяю, это неадекватная власть, которая управляется не разумом, а больше какими-то эмоциями. Рост экономики во время ослабления санкций и ее падения в период ужесточения ограничений прослеживается довольно четко. Последние экономические подъемы Ирана пришелся на 2016-2017 годы, когда Барак Обама ослабил давление. В этот период экономика выросла на 13,4% и 3,8% соответственно. Инфляция, наоборот, наконец-то сократилась до однозначных значений чуть больше 9%. После прихода к власти Дональда Трампа и ужесточения ограничений ситуация ухудшилась. В 2018-м и 2019-х годах ВВП снизился на 6% и 6,8% соответственно. Цены увеличились на более чем 30%. Но даже если отложить в сторону санкции, эксперты подчеркивают, что иранские власти сами усиливают отрицательное влияние, недостаточно правильно выстраивая экономические процессы. Инфляция всегда признак неспокойства населения. Люди начинают выплескивать деньги, скупать товары из-за опасения за завтрашний день. Режим преуспел при помощи коррупционных схем прикормить очень сильно не только стражей революции, которые активнейшие участники экономического процесса. То есть вот он олигархи в ее чистейшем виде, но еще и дружинники, басиджи, а это миллионы людей вместе с их семьями, это миллионы людей, которые таким образом поддерживают режим и на них он опирается по сей день. По данным Всемирного банка в 2018-21 годах среднегодовая инфляция в Иране составила 35% из-за растущего недовольства населения. Оно в свою очередь связано с социальными и экономическими трудностями. По данным британской газеты Financial Times, сейчас инфляция в стране подскочила до более чем 40%. Она же стала фактором для искусственного роста иранского фондового рынка. Тегеранская биржа в 2020 году выросла в 7 раз в долларовом исчислении. Британский журнал The Economist суммировал основные факторы, которые повлияли на рост тегеранской биржи. Это высокая инфляция, отсутствие альтернатив и поддержка государством компаний, чьи акции размещены на бирже. Между тем, инфляция же привела к потере иранским реалам 29% своей стоимости. Для того, чтобы восстановить нефтяные и газовые месторождения, нужны крупные инвестиции на несколько лет. Я не думаю, что даже Китай и другие страны, учитывая сегодняшнее состояние Ирана, будут вкладывать на длинный период инвестиции в эту экономию. Перейду как транспортный коридор. Как вы до этого отметили, да, сегодня этим всем экономикам возьмем и Азербайджан. Вначале все-таки эти страны были заинтересованы в том, чтобы страна сама вкладывала. Мы сегодня же видим, что Иран не способен вкладывать инвестиции, нет тех самых ресурсов. Мы знаем, что на нашей границе она долгое время не могла провести железную дорогу, не может до сих пор провести. Экономическая ситуация усугубилась, в частности, после общенациональных протестов в Иране, вызванных смертью от рук полиции 22-летней Махсы Амине. Поддерживать свою экономику за счет нефти и газа Тегерану хоть и удается, но сегодня драйвером развития выступает технологический сектор. Эксперты отмечают, что в Иране применяется Ирзац-технология. Доступ к современным технологиям очень ограничен, и в результате в страну нелегально завозятся оборудование и приборы низкого качества. Возникает риторический вопрос, способен ли Иран развиваться в отрыве от всего мира. Нигиара Ахманова, Си-Ви-Си. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова